Чем современный ребенок интересуется и два линии с пеленок? Для родителей ответ с каждым днем все очевиднее. Куклам и игрушкам малыши предпочитают компьютеры и мобильные телефоны. Интерес к устройствам, кажется, должен бы только усиливаться и перерасти в желание создавать что-то новое. Но то ли родители не сильно заинтересованы, то ли педагогов не хватает. А область детского технического творчества в нашей стране пока развивается медленно. Ускорить процесс решила нефтяная компания «Нобель Оил». В прошлом году она запустила первый фестиваль технического творчества «Нобель Техно». Поначалу у организаторов были опасения. А вдруг молодых изобретателей и конструкторов в республике нет? Но когда посыпались заявки, стало ясно – талантов в коме предостаточно. Успех первого фестиваля вдохновил на проведение нового. В течение нескольких месяцев юные кулибины присылали свои заявки на участие. Их работы сразу публиковались на сайте, поэтому участники знали своих конкурентов в лицо. А отбор финалистов был максимально честным и открытым. Площадкой для проведения финальной выставки фестиваля уже по традиции стал конгресс-холл финно-уборского этнопарка в селе Ип. Компания «Нобель Оил» вновь собирает таланты. 34 самых изобретательных участников уже готовы представить плоды своей работы. Давайте узнаем, что приготовили юные инженеры и техники в этом году. Сыктывкар, Воркута, Инта, Ухта, Печора и Сысельский район. Талантливые изобретатели нашлись в самых разных уголках коми. Каждый выступает в своей области, благо вариантов проявить себя немало. Всего здесь 11 номинаций, историческое моделирование, технические конструкции и даже робототехника. Но самый главный робот – вот этот Эрбот. Он дает ценные советы и всячески поддерживает ребят. Говорящий Эрбот приковывает внимание малышне и ни минуты не дает ей скучать. Те, кто на фестивале, уже не в первый раз отмечают. Организаторы постарались на славу и устроили для детей настоящий праздник. Атмосферу дополняет современная музыка. Сыктывкарский диджей заряжает энергией всех участников действа. Все экспонаты на своих местах. Их создатели делятся секретами с коллегами по цеху. Но только лишь созерцанием дело не ограничивается. На гончарном круге, рукотворном детище одного из участников, ребята воплощают в жизнь творческие замыслы и лепят свои первые глиняные шедевры. Уникальность именно этой модели станка в том, что работать на нем могут представители любого возраста. Чтобы люди разных роста, разной комплекции могли спокойно работать на этом круге, то есть у них не возникало никакого дискомфорта. На многих кругах, которые я встречал раньше, то есть положение фиксировано, и если я высокого роста, мне будет просто неудобно на нем сидеть, и у меня после этого будет спина. И вот, ну, решили сделать так. До заключительной оценки экспертов еще несколько часов, а значит, самое время показать свое техническое произведение в деле. На зависть конкурентам. Площадка перед Конгресс-холлом становится самым настоящим аэродромом. Саша Воробьев запускает одного из своих многочисленных крылатых друзей. В Ухтинском центре юных техников вот уже пять лет он собирает уменьшенные копии летательных аппаратов. Вот эти, например, классифицируют как опен-электро и создают их специально для воздушных боев. Смысл соревнований сделать как можно больше отрубов лент противников. Модель собирается в течение месяца. То есть, а навыки уже приобретаются только в полете. Все навыки пилотирования, маневрирования отрубов ленты только все в полете, все отрабатывается. Причем не один раз пришел и полетел, и сразу отрубил, а буквально там не один-два месяца надо. В своем центре Саша самый старший. Младшим технарям помогает как может. У меня уже в руках побывали много моделей, которые я собрал, которые я помогал собирать. Как бы все время старшие помогают младшим все время. И опыта очень много, и считаю себя полезным. Авиамоделизм номинация в этом году самая популярная. На фестиваль заявились несколько десятков юных авиаконструкторов. Все их модели не просто уменьшенные копии летательных аппаратов, а пилотируемые самолеты, выполняющие в небе определенную задачу. Хотя и собраны они из подручных материалов. Кусков фанеры, потолочной плитки, ватмана и скотча. Эта модель сделана, чтобы исполнять фигуру пилотажа. Например, бочка, петля. Модель ведет себя хорошо в воздухе за счет своих паралитических способностей. Все авиамодели радиоуправляемые, так же как и роботы. Заставить своего героя двигаться можно даже с помощью телефона. Кстати, номинация робототехника – новинка этого года. Несмотря на это, она стала одной из самых популярных. Роботы «Гром» и «Рекс», «Луноход», «Машина Киборг». Смотря на эти движущиеся поделки, еще раз убеждаешься – фантазия юных изобретателей безгранична. Начинал я с простой машины, из нее надо было что-то сделать. Ну и мы решили сделать так, как у нас по цветовой гамме подходил красный-белый. Мы решили сделать пожарную машину. Я решила пожарную машину. И надо было ей чем-то обустроить. Мы сделали ей гидрант, который крутится. То есть, он не управляет функционно, чтобы не травмировать пожарника. И вот он тушит. Что нужно, чтобы цветы? Здесь стоит мотор, и посредством шестеренок большое кольцо крутится. И крутит всю платформу. А это мотор, который поднимает гидрант. А вот этот робот молодого кулевина из Сыктывкары, например, самостоятельно распознает черный цвет и двигается исключительно по заданной траектории. Идею производственники сразу же берут на карандаш. Они уже знают, где можно использовать такого дроида. Банально на складе робот едет. Так как ультразвуковой датчик находится на днище, он обнаруживает расстояние, там заложено 20 сантиметров. В масштабе оно, конечно, будет другим. Оно находит предмет, опускается сам погрузчик, заезжает, поднимает и перевозит на ранее установленную точку. В числе экспертов конкурса, министр образования КОМИ, ведущие доктора и кандидаты наук, директоры институтов. У всех к экспонатам неподдельный интерес. И есть отчего. По словам представителей Ухтинского государственного технического университета, фестиваль Нобильтехно, настоящая кузница кадров. Вообще отслеживаем таких детей, нам это надо. Мы их учим в будущем, чтобы они были соответствующие и нефтяниками, и буровиками, и геологами. Ну и дальнейшие. То есть архитекторы тут присутствуют со своим мировоззрением и понятием, как это все происходит. Уникальность экспонатов эксперты оценивают по трем критериям. Завершенность, функциональность и умение презентовать. Почти все произведения технического искусства на выставке отвечают требованиям судей. Вот только умело и красиво представить свой шедевр смогли не все участники. Трудности возникли даже у вполне взрослых конструкторов. Ну поменьше, конечно, дети, им сложно. Большой дядька пришел, что-то спрашивает, какие-то вопросы задает. Те, кто постарше, они интересные. Вот я говорю, чем мне понравилось МИГ-3. Парень просто меня за руку держал и рассказывал про свой проект, как у него все хорошо. Работы конкурсантов оценивают также председатель правительства КОМИ Владимир Тупаков и главный создатель фестиваля Григорий Гуревич. Их внимание привлекает самый большой экспонат выставки – мотоцикл в стиле Чоппер. Самые взрослые участники фестиваля села Визинга в этом году оказались вне конкуренции. Они единственные представители номинации «Мотодела». Свой байк ребята собирали втроем из деталей сразу нескольких мотоциклов – «Урал», «Иш» и «Иш Планета-5». Теперь эта модель отвечает всем требованиям молодых гонщиков. Частично на сборный мотоцикл ушли те средства, которые ребята в прошлом году получили, чтобы знания были направлены. А он получается с нуля вообще или как? Ну, грубо говоря, да, с нуля. Начиналось сначала с рамы, переваривалось все. Ну и множество компонентов вообще нет этого мотоцикла. Приковывают внимание почетных гостей и крылатые поделки. Оказалось, для Григория Гуревича авиамоделирование – любимое занятие с детства. Поэтому при страстие юных конструкторов он понимает, как никто другой. Летает, но минут 15-20, смотря от елкости аккумулятора и сколько-то играть их заряда. Сейчас может быть вот такой. Может быть такой. Какая мощность? Веселый, конечно. А дальность управления, культом, сколько страивается? Радиус? Ну, лично, если я летал, около 3 километров. То есть на расстоянии 3 километра он реагирует на упражнение? Да, он реагирует. Уже модель практически не видно, но если ты уже давно управляешь, как тут силуэт видно, ты можешь использовать прием, называется «Змейка». Ты вверх-вниз летишь и уже видишь, как модель у тебя вдалеке реагирует. Итоги фестиваля подведены, но сертификаты победителей пока отложены в сторону. Главное событие года для других юных талантов – подписание трехстороннего соглашения о проведении еще одного масштабного конкурса – Малой Нобелевской премии 2014. Кстати, именно этот проект, которому скоро исполнится уже 5 лет, и положил начало фестивалю «Нобельтехно». Таковы, господа, будущие обладатели Малой Нобелевской премии наверняка присутствуют в этом зале, поэтому давайте поддержим вам это прозвучательное творительство и церемонию. Ведь впереди большое, важное и нужное дело не только для развития творческого и технического потенциала Республики Токмакова, но и, естественно, будущее всей нашей родной страны, дорогие друзья. Владимир Токмаков отмечает, важность фестиваля сложно переоценить, но он служит мощной мотивацией для юных техников. Здесь есть и элемент соревновательности, и элемент творчества. Все это стимулирует ребят к тому, чтобы воплощать свои идеи в жизнь и в дальнейшем создавать более сложные предметы. Поэтому в рамках соглашения правительство Коми обязуется привлечь на фестиваль «Нобельтехно» и на Малые Нобелевские премии Коми еще больше мальчишек и девчонок. Ведь, к сожалению, пока о конкурсе многие просто не знают. Необходимо со стороны органов власти Республики Коми активизировать работу по привлечению детей вот сюда, на эту конкурсную площадку. Поэтому я дам отдельное поручение Министерству образования с тем, чтобы в следующем году вот эта вот здоровая конкуренция среди детей была еще больше, и еще больше была усилена мотивация ребят к тому, чтобы создавать, творить. Главный момент фестиваля – награждение. Каждому победителю номинации вручают денежный сертификат на 3000 рублей. Для альмаматер юных техников суммы посолиднее – 50, 70 и 100 тысяч. Главный приз в этом году отправляется в Визингу – филиал Центра дополнительного образования Коми. Директор Центра Наталья Арабова не скрывает гордости, признается. Сысельское отделение славится прекрасной командой педагогов, а потому местные детвора уже давно известны в республике. Сегодня в Визинском филиале 450 человек, из них техническим творчеством занимается около 150 ребят от 6 лет и до 21 года. Я не могу сказать, что это сюрприз нашей победы, потому что в прошлом году мы принимали участие, заняли второе место, в этом году первое место. Что будем приобретать? Может быть, это пойдут деньги на какие-то комплектующие для мото-дела и для робототехники. Талантам в Коми необходимо помогать, считает президент компании «Нобель-Ойл» Григорий Гуревич. По его словам, многие из сегодняшних гениев могли бы просто прозябать на улице. Но благодаря таким фестивалям и конкурсам получают возможность в полной мере раскрыть свой потенциал. Парень рассказывает, у него прямо глаза горят. Я понимаю, что он понимает, как что работает. Он понимает, видимо, у него не один раз что-то не выходило, но он просто живет этим. У него получится. Главное, чтобы, понимаете, главное вот этот росток не задушить, чтобы он развивался. И мы своими такими мероприятиями, как хоть так это звучит, казенные мероприятия, на самом деле это замечательное действие, вот мы даем ему осознание нужности его дела. Он начинает понимать, что он нужен, что то, что делает, кому-то интересно. Не только ему одному, он видит, что у него есть соратники. Он не один такой чокнутый. Юных гениев со свежими взглядами Нобель Оил будет поддерживать и дальше. Молодые, а главное креативные разработчики, инженеры и конструкторы этой нефтяной компании нужны. Кстати, в следующем году фестиваль технического творчества Нобель Техно планируют провести летом или в начале осени, чтобы погодные условия не помешали показать участникам все возможности их технических шедевров. Организаторы надеются, их число по сравнению с этим годом значительно вырастет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»